Остров Сокровищ И дедуктивные способности для того, чтобы найти спрятанное на острове сокровище А один из вас станет тем самым Сильвером Он-то и спрячет сокровища и будет вынужден отдавать подсказки пиратам, пытаясь увести их по ложному следу Внимание! В этой игре мы будем чертить и рисовать прямо на поле и других игровых компонентах Но не стоит волноваться, это не значит, что они испортятся После партии все легко стирается обычной салфеткой Чтобы победить, Сильверу нужно запутать остальных и не дать им найти сокровища до тех пор, пока сам он не сможет совершить побег и добраться до клада У пиратов цель одна на всех, но среди них победит только тот, кто найдет сокровище первым Чтобы начать игру, подготовим поле и календарь Поле двустороннее, отличаются стороны только цветовой гаммой Выберите любую А вот сторону календаря нужно выбрать именно ту, которая соответствует числу игроков Например, вот эту, если вы играете втроем или в пятером Четыре пирата и Сильвер Положить календарь нужно с южным краем игрового поля Он обозначен буквой С Начальные подсказки, подсказки черная метка и подсказки компасы перемешаем и положим рядом с полем Также неподалеку от поля положите вот такой циркуль Два кольца поиска, два компаса и две линейки, большую и маленькую Выберите игрока, который возьмет на себя роль долговязого Джона Сильвера Он должен сесть рядом с планшетом календаря Этот игрок получает черный маркер, фигурку Сильвера и два жетона достоверности Блеф Которые сразу же размещает на этих ячейках календаря Ширму Джона Сильвера, за которой прячет следующие компоненты Мини-карту Джона Сильвера и одну маленькую линейку Шесть жетонов достоверности Правда Одиннадцать подсказок область, сундук, шесть жетонов-сундуков и жетон-сокровище Остальные игроки становятся пиратами Каждый из них получает такой набор компонентов Фигурку пирата, маркер и ширму того же цвета Лист персонажа, который соответствует ширме Фишку порядка хода Мини-карту, которую тут же надо спрятать за ширмой И лист для записей Начиная от игрока, сидящего справа от Джона Сильвера Каждый пират берет свою фишку порядка хода и выкладывает ее на пустую ячейку календаря Фигурку пираты ставят на место, отмеченное на игровом поле крестом соответствующего цвета И обводят маркером пунктирную окружность Теперь настало время Джону Сильверу спрятать сокровище Для этого он выбирает местоположение сокровища на своей мини-карте И отмечает его крестом Выбрать можно любое место, кроме зон внутри окружности, из которых пираты начинают игру Запрещенных зон, которые ограничены вот такими красными линиями А также нельзя прятать сокровища на границе двух областей То есть вот на таких пунктирных белых линиях Например, вот на этом корабле можно прятать сокровища Вот здесь нельзя, поскольку это граница области И нельзя также вот здесь, поскольку это запрещенная область, ограниченная красной линией Спрячем сокровище вот здесь, на небольшом островке в северо-восточной части карты Теперь Сильвер должен раздать каждому игроку подсказку область Все игровое поле поделено на 11 областей Каждая подсказка область позволяет пиратам при поиске сокровища исключить одну из областей острова Сначала Сильвер должен найти подсказку, которая соответствует области, в которой спрятано сокровище В нашем случае вот это И спрятать ее лицом вниз за своей ширмой Оставшиеся подсказки он перемешивает, берет верхнюю и тайно смотрит После чего передает игроку слева от себя Таким способом он раздает подсказки всем остальным игрокам То есть, если, к примеру, вы, играя пиратом, получили от Сильвера вот такую подсказку Это значит, что вот в этой закрашенной области сокровища точно нет Поскольку подсказка с областью, где находится сокровище, она изначально отложена Сильвером за его ширму Поэтому можете смело закрашивать у себя на миникарте этот участок Здесь сокровища точно не будет Джон Сильвер также перед тем, как отдать подсказку, может у себя на миникарте отметить И обозначить там даже имя игрока, которому он эту подсказку отдал Например, закрашиваем так область и пишем, что Иван, например, знает, что в этой области нет сокровища Пираты должны хранить свои подсказки в тайне от остальных и не показывать ни в коем случае эти компоненты другим игрокам Теперь Джон Сильвер набирает себе три начальные подсказки, а также подсказки-компасы в количестве игроков плюс три То есть, если мы играем в пятером, я должен взять себе все восемь подсказок-компасов Если игроков меньше, соответственно, лишние подсказки возвращаются в коробку и в партии не участвуют Все, можно начинать игру Игроки по очереди совершают ходы, пока один из них не найдет сокровища Сильвер переставляет фишки на планшете календаря и разыгрывает текущее событие Также он отвечает на вопросы пиратов, когда те совершают действия поиска и отвечает, нашли они сокровища или нет Каждый день очередной пират выполняет действия в количестве, указанном на ячейке календаря Итак, сначала Джон Сильвер обновляет дату Он берет фишку порядка хода пирата, самую левую, и ставит на следующую пустую ячейку Этот пират будет выполнять свой ход, указанное в ячейке количество действий Но перед этим сперва нужно разыграть события, указанное в ячейке И только после этого пират будет выполнять свои действия Давайте рассмотрим все события, которые могут случиться Это символы начальной подсказки Сильвер выбирает у себя на руке одну из начальных подсказок и разыгрывает ее Для этого он кладет ее в открытую на самую левую пустую ячейку для подсказок А под ней размещает жетон достоверности, лицом вниз Под первой подсказкой, как мы видим, уже напечатан жетон достоверности, обозначающий правду Под эту подсказку класть, соответственно, жетон не нужно И она обязательно должна быть правдивой Под все сыгранные после первой подсказки нужно будет положить жетон достоверности лицом вниз Например, Сильвер разыгрывает подсказку не сбиться с курса Для трех или пяти игроков нужно выбрать две фигурки И для каждой выбранной фигурки объявите, к северу или к югу от нее спрятано сокровище Для каждой фигурки чертим на поле вот такую горизонтальную линию, проходящую через текущее положение И Сильвер говорит, что сокровище находится севернее этих линий То есть, в принципе, все, что находится южнее, можно вот так закрасить черным маркером прямо на поле Здесь сокровища не будет, поскольку первая подсказка Сильвера всегда правдивая Допустим, теперь этот пират походил, что он может делать в свой ход мы рассмотрим далее Ставим следующую, следующий маркер и разыгрываем вот это событие Здесь просто Сильвер получает жетон достоверности блеф И далее может его использовать То есть, следующий жетон, который я выложу по подсказке вот в воскресенье, третьего числа Я уже могу использовать вот этот жетон блефа Но также могу и правдивый положить жетон После того, как Сильвер разыграл подсказку, он сразу же добирает себе еще одну случайную из колоды Так, чтобы у него в руке всегда их было три Давайте разыграем еще одну подсказку Допустим, что оранжевый пират походил И нам нужно сыграть вот это событие, еще одну начальную подсказку Я выберу, к примеру, вот еще несколько миль И положу сюда жетон блефа Естественно, это делают тайно, кладу жетончик вот таким образом Укажите на фигурку, находящуюся дальше, чем в шести милях от сокровища Если это невозможно, сообщите об этом Берем циркуль, вот здесь закрепляем маркер Выбираем пирата, который предположительно находится дальше, чем в шести милях от сокровища Устанавливаем циркуль на его местоположение Отмеряем при помощи линейки шесть миль И чертим окружность Зарисовывать ее на поле не нужно Так как пираты не знают, наверняка сказал Сильвер правду или соврал И, кстати, то, что Сильвер положил жетон блефа, еще не означает, что он обязан врать Он может сказать правду, чтобы еще больше запутать пиратов, которые проверят этот жетон Если необходимо, можно сделать замеры прямо у себя на миникарте при помощи вот такой маленькой линейки Если у Сильвера есть сомнения относительно подсказки, он может попросить всех участников закрыть глаза И сделать замеры прямо на поле Обратите внимание, что на некоторых подсказках есть символ сундука Такие подсказки более выгодны для Сильвера, поскольку с помощью них ему проще запутать пиратов Но, чтобы разыграть такую подсказку, он должен перед этим, в ход одного из пиратов, передать ему жетончик сундука Очень редко, но может случиться такая ситуация, что в руке окажутся все три подсказки с символом сундука В этом случае можно показать их пиратам и замешать в стопку и взять три новые Когда случится вот это событие, Сильверу нужно будет сбросить с руки все начальные подсказки И заменить их на три подсказки с черной меткой И далее вот эти события говорят о том, что нужно разыгрывать именно подсказку с черной меткой Играются они точно так же, как и начальные подсказки Когда наступает событие Тюрьма, владелец фишки, которая оказалась в этой ячейке, должен решить, в какую из восьми темниц на поле поместить фигурку Сильвера Темницы обозначаются вот таким образом И остальные пираты, в принципе, могут советовать, куда разместить фигурку Сильвера Но окончательное решение принимает игрок, который совершает ход Когда наступит время побега, Сильвер начнет свой путь к сокровищу из этой темницы После того, как было разыграно событие, пират, чья фишка была переставлена, выполняет столько действий, сколько звездочек указано в ячейке Действия бывают обычные, которые доступны всегда и всем пиратам И также особые, которые указаны на листе персонажа и некоторые из них ограничены С помощью действия передвижения на лошади игрок может передвинуть фигурку на 6 миль или меньше Для этого нам понадобится вот такая линейка Прикладываем ее к тому месту, где сейчас находится наш персонаж Прям вот крестику нулем Смотрим, в какую сторону хотим побежать И чертим прямую линию Линейку при этом нельзя никак поворачивать, переставлять То есть изогнутые там ломаные линии чертить нельзя Нельзя пересекать участки, которые запрещенные зоны Вот, например, вулкан у нас запрещенная зона И пересекать нельзя, и останавливаться в этих зонах нельзя То есть я, например, перемещаюсь вот так Ставлю здесь крестик И это новое положение моей фигурки, моего персонажа на острове Игрок может совершить одно передвижение пешком и провести один быстрый поиск В любом порядке на свой выбор И все это в рамках одного действия Передвижение пешком это то же самое, что и на лошади Единственное, что оно ограничено тремя милями При помощи быстрого поиска игрок ищет сокровища, используя вот такое малое кольцо Кладем его на поле таким образом, чтобы крест, где находится наш персонаж, был внутри окружности То есть можем вот так поискать, вот так, как хотим Можем вот так Затем чертим окружность по внутреннему диаметру этого кольца И Джон Сильвер отвечает, спрятано ли сокровище в ее пределах Сильвер обязан ответить честно Если игрок угадал и сокровище действительно спрятано в пределах окружности То Джон Сильвер тайно кладет сокровище в сундук и передает его пирату Этот пират побеждает в игре И вот еще важный момент Если у Сильвера есть сомнения относительно того, находится ли сокровище в пределах окружности поиска То он обязан признать, что сокровище найдено Если Сильвер уверен, что сокровища нет в пределах окружности, то у него есть два варианта Он может просто сказать, что сокровище не обнаружено Или тайно положить жетон на свой выбор в сундук и передать его пирату, проводившему поиск Жетон сундука дает преимущество одному из пиратов Но при этом позволяет Сильверу впоследствии разыграть более выгодную для себя подсказку Подробнее все эти преимущества мы разберем чуть позже Действие долгий поиск выполняется по тем же самым правилам, но с использованием большого кольца поиска Например, пират проводит долгий поиск и спрашивает Джона Сильвера, нашел ли он сокровище Сильвер проверяет на своей миникарте, находится ли сокровище в зоне поиска И убеждается в том, что пират не нашел сокровище Сильвер мог бы просто сказать пирату, что он не нашел сокровище Но поскольку у него на руке уже есть две подсказки с символом сундука Он решает дать Джиму сундук с жетоном сундука Чтобы в дальнейшем иметь возможность разыграть одну из этих подсказок Важный нюанс поиска заключается в том, что если окружность внутри кольца полностью пересекается запретной зоной То Сильвер при ответе должен учитывать только ту зону поиска, в которой находится пират То есть вот таким образом у нас вулкан полностью пересек окружность поиска Вот эту вот маленькую зону Сильвер не учитывает И дает ответ только находится ли сокровище вот в этой зоне Также обратите внимание, что окружности поиска и пути пиратов, во-первых, чертить обязательно И в процессе игры их стирать нельзя Если только не встретить каких-то особых указаний по этому поводу На эти линии ссылаются некоторые подсказки Вот, например, подсказка «Интуиция» говорит о том, что Сильвер нужно объявить, спрятано ли сокровище в пределах одной мили Хотя бы от одной окружности поиска Или вот подсказка про линии пути пиратов Прямо под носом Укажите на фигурку, которая проходила ближе других к сокровищу У каждого пирата есть особые действия, указанные на его листе персонажа Обратите внимание, что лист персонажа сохранится перед ширмой игрока То есть все могут видеть, какие действия пират уже использовал и какие он еще может использовать Рядом с некоторыми действиями изображены ячейки, которые показывают, что такое действие можно выполнять определенное количество раз за партию Выполнили действие, ставим отметку И когда свободные ячейки закончились, то пират это действие выполнить в этой партии уже не сможет И также есть особые действия с символом бесконечности Их можно выполнять неограниченное число раз, но каждое выполнение считается как одно действие При помощи действия проверка пират может подсмотреть один из жетонов достоверности, которую Сильвер выложил под подсказками Он его смотрит, ни в коем случае не показывает остальным игрокам, но может сказать, что это за жетон При этом говорить правду он совсем не обязан Действием во весь опор пират может передвинуть свою фигурку на любую точку игрового поля За исключением, разумеется, запрещенных зон Для этого он рисует крест в любом месте и переставляет на него свою фигурку При этом линию перемещения чертить не нужно Компас позволяет игроку узнать два направления, в которых сокровища точно нет Для этого он располагает большой компас на месте своей фигурки, вот таким образом, чтобы Север смотрел на Север Затем Сильвер тайно выбирает подсказку компас и передает ее этому игроку Подсказка обязана быть правдивой То есть, если Сильвер, например, отдает вот такую подсказку компас, пират забирает его к себе за ширму И может на своей мини-карте сделать следующее Взять вот такой маленький компас, поставить его на свое местоположение И зарисовать у себя следующие направления У нас Север И Юго-Запад При помощи своей ручной обезьянки, пират по имени Энн Бонни Может сделать быстрый поиск в любом месте на карте, независимо от того, где находится ее фигурка И при помощи такого действия она тоже может победить, если, конечно, найдет сокровище Оливье счастливый обладатель одноразовой подзорной трубы Он может один раз за игру поискать сокровища в любом месте на карте при помощи вот такого большого кольца поиска И также может с помощью этого действия победить, если найдет сокровище Кроме того, когда Оливье выполняет действие передвижения на лошади, он может совершить два передвижения на 6 миль или меньше. И все это одним действием. Вот такой довольно быстрый пират. Проводя долгий поиск, Джим Хокинс всегда чертит окружность по внешнему диаметру круга, а не по внутреннему, как все остальные пираты. При помощи вот этого действия Шарлотта один раз за игру может взять еще две подсказки область. Их нужно взять случайным образом из колоды, и перед тем, как отдать их Шарлотте, Джон Сильвер может посмотреть их, зафиксировать у себя и только потом передать. Вернемся к жетонам сундуков, которые Сильвер отдает на свое усмотрение пиратам, когда те проводят поиск. Когда он передает жетон, то должен зачеркнуть его на своей мини-карте, чтобы было видно, сколько подсказок с символом сундука он сможет разыграть. Эти жетоны бывают двух типов. Один тип позволяет пирату свой ход выполнить дополнительное действие, другой тип дает тайные сведения о месте, где спрятаны сокровища. Жетоны с дополнительным действием после получения пират хранит в тайне у себя за ширмой и может в дальнейшем использовать его в любой свой ход. То есть не обязательно в тот же ход, когда он их получил, и после того, как он решит применить такой жетон, жетон сбрасывается. Что касается жетонов информации, то эта информация всегда должна быть верной, а пират должен хранить ее в тайне от остальных. Опять же, помните о том, что за столом разрешены практически любые разговоры. Ограничение заключается в том, что вы не можете показывать другим игрокам компоненты, которые вы получили тайно. Этот жетон дает право на дополнительное перемещение. На 7 миль или меньше. Этот на дополнительный быстрый поиск. А вот этот на любое дополнительное действие. Вот этот жетон говорит о том, что сокровище спрятано западнее фигурки, проводившей поиск. То есть, как только пират получает этот жетон из сундука, он может сразу у себя на миникарте это отметить. Допустим, сейчас пират находится вот здесь. Чертим вот такую вертикальную линию, то есть с севера на юг. И, в принципе, вот эту всю часть острова можно закрасить, потому что мы точно знаем, что сокровище находится где-то вот здесь. Обратите внимание, что сокровище может находиться на линии, обозначающей границу подсказки. Есть аналогичный по свойству жетон, но для противоположной стороны света. Этот жетон говорит о том, что сокровище спрятано не в той области, в которой пират проводил поиск. То есть, получив его, сразу закрасьте область, где вы искали у себя на миникарте. У многих новичков возникает вопрос, зачем этот лист для записей, что мне на нем фиксировать? Например, если Сильвер открывает вот эту подсказку, дедукция, он должен назвать два типа зон, в которых точно нет сокровища. Здесь зоны вот так сгруппированы, и поэтому, если он говорит, что сокровища нет в деревьях и лесах, и там на мелководьях и озерах, то вы у себя отмечаете это. Вообще, пояснение к подсказкам, как их правильно и удобно отмечать на поле, можно найти в буклете правил. Все они довольно разноплановые и интересные. Как только фишка порядка хода любого пирата оказывается в этой ячейке, Джон Сильвер сбегает из темницы. Планшет календаря в игре больше не используется, и все игроки совершают ходы по часовой стрелке, начиная с Джона Сильвера. Пираты выполняют по два действия, как и указано вот в этой ячейке. А вот Джон Сильвер в свой ход может выполнить только одно передвижение на лошади, то есть не более 6 миль. Если Джону Сильверу таким образом удается переместиться на место, где он спрятал сокровища, раньше остальных пиратов, то он побеждает в игре. Что делать, если вы играете вдвоем или втроем? Если играет всего один пират против Сильвера, то есть в партии на двух участников, пирату нужно взять еще две фигурки и все соответствующие им маркеры. То есть всего у пирата будет три фигурки и три маркера. При игре втроем, то есть у нас Сильвер и два игрока за пиратов. Каждый пират берет еще по одной фигурке и по одному маркеру. Таким образом, каждый будет играть двумя фигурками и соответственно будет у него два маркера. Обратите внимание, что ширмы, листы персонажей, фишки порядка хода, листы для записей и мини-карты для этих дополнительных фигурок при игре вдвоем и втроем не используются. У каждого игрока-пирата всего одна фишка порядка хода. И в свой ход он выбирает просто любую из фигурок на поле и выполняет действия ей. При этом лист персонажа у вас будет один, но если вы делаете ход фигуркой другого цвета, то вы также можете выполнять особые действия с листа этого персонажа. Это практически все, что вам нужно знать для того, чтобы начать свою первую партию в Остров Сокровищ. Игра в своем роде уникальная по своим механикам. В ней есть также такой дух пиратской романтики, дух приключений. А ее комплектация при этом очень красива и антуражна, что сделает ваше путешествие по-настоящему ярким и незабываемым. Если у вас все еще остались вопросы по правилам, вы всегда можете задать их нам на электронную почту, в чате сотруднику на сайте hobbyworld.ru или же прямо в комментариях под этим видео. Оставайтесь с нами и играйте в настольные игры. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok